Переходя из категории ляли в группу маленьких мальчиках и девочек, малыш неизбежно знакомится с горшком. Баталии за право носить памперс могут затянуться. Тогда в войне против мокрых штанишек родителям следует вооружиться терпением, любовью и фантазией. Вот 8 веселых способов, как приучить малыша к горшку из реальной жизни. Первое. Дул ветерок. Дочерка упрямо не хотела садиться на горшок, пришлось маме изобретать игру, приговаривая «Дуй, дуй, ветерок». Она слегка дула ей сначала на одну ладошку, затем на другую, потом на лобик, носик, животик. Плавно усаживала ребенка на горшок, продолжая игру. Дуй, дуй, ветерок, на коленочки, на пяточки. Малышка расслаблялась и делала все, что от нее ждали. Второе. Как Ляля на картинке. Малыши – величайшие подражатели и фантазеры, поэтому, когда пришло время отказываться от памперсов, родители маленькой Оленьки не только подарили дочурке самый лучший в мире горшок, но и развесили рядом с ним забавные фотографии деда, наглядно показывающие этот процесс. Девочке идея пришлась по душе. И вскоре она сама водила маму горшку со словами «Сделаем, как Ляля на картинке». Третье. История Вани или о пользе наглядности. Ванечке в один год и восемь месяцев прекрасно знал, для чего нужен ярко-красный горшок. Проблем с пипи у него не было, но о более серьезных случаях он упорно предпочитал пользоваться штанишками. Тогда находчивая мама пошла на хитрость. Когда сын в очередной раз сходил в подгузник, она спокойно переодевала его и клала использованный памперс в горшок. Малыш сначала удивлялся, но быстро сообразил, что к чему. Испачканные штанишки навсегда остались в прошлом. Четвертое. Плюшевый мишка. Жил, добыл малыш и его любимая игрушка – огромный плюшевый медведь. Когда пришло время знакомства с горшком, умная мама решила сначала научить сына водить игрушку пипи. Таким образом демонстрируя, что горшок – вещь не страшная, а вполне необходимая. Она говорила ребенку «Миша хочет в туалет». И малыш гордо усаживал плюшевого друга на горшок, а потом понял, что и сам может им воспользоваться. Пятое. За компанию. У одной наблюдательной мамы родилась упрямая и своенравная малышка, которая никак не хотела дружить с горшком. Дочка капризничала и не отпускала маму от себя ни на минутку даже в туалет. Тогда мамочка стала высаживать ребенка на горшок рядом с собой. Разговаривала с ней и ласково объясняла, что делать. Так, за компанию малышка и усвоила важный урок. Шестое. Награда для победителя. У строптивой девочки были проблемы горшочного характера. Тогда ее предприимчивая мамочка стала награждать дочурку веселыми наклейками. Сначала дочка радовалась призам, потом оценила преимущество взрослого отношения к горшку. Седьмое. Аполизия воды. Чтобы приучить своего сына к горшку, мама пошла на хитрость, высаживав малыша и всячески его развлекала, а затем незаметно подливала в горшок воды. Затем они вместе шли выливать воду и мыть предмет гигиены. Ребенок заинтересовался, постепенно начал сам садиться на горшок и проверять, появилось ли что. Скоро о памперсах в этой семье не вспоминали. Восьмое. В десяточку. У мамы с папой подрастал сын-сорванец, которому очень нравились веселые игры и совсем не нравился горшок. Папа решил предложить непосиде новую игру. Нарисовав на дне ненавистного горшка акриловыми красками мишень, он предложил малышу попасть в десяточку. Сын выдумку оценил, и дело пошло на лад. А как вы приучали своих малышей горшку, поделитесь с нами в комментариях.